Здравствуйте! В эфире итоговые новости на телеканале Алматы в студии Диас Махамбетов. Смотрите сегодня. В области ЖТСУ растёт число заражений туберкулёзом. С чем это связано и что рекомендуют врачи? Вейпы на 2 миллиона тенге изъяли полицейские Алматинской области. Электронные сигареты незаконно продавали через Ватсап. Какое наказание грозит нарушителям закона? Пятые всемирные игры кочевников. Масштабные мероприятия, посвящённые национальным видам спорта, готовятся принять столицу Казахстана. Как проходит подготовка? В Жамбулской области выявили 18 селеопасных озёр. Какие меры принимаются для предотвращения потопов? Более 50 семей на севере Казахстана, пострадавших от весенних паводков, получили ключи от нового жилья. Рост заболеваемости туберкулёзом зафиксирован в области ЖТСУ. Только за последние полгода врачи выявили свыше 130 случаев заражения. Заболевание, поражающее лёгкие, распространяется по воздуху, его трудно предотвратить. Жители призывают проходить флюорографическое обследование не реже одного раза в год. Заболевание опасное и для детей. В этом году инфекцию подхватили семеро несовершеннолетних. Если человек вовремя не выявит заболевание, он может заразить до 15 человек в год. Поэтому своевременное обследование очень важно. Сейчас улучшаются методы диагностирования и лечения туберкулёза. Если раньше мы лечили его полтора-два года, в настоящее время сокращённые курсы составляют 6-9 месяцев на лечение. Двое жителей Петропавловска едва не погибли во время покраски гаража. Мужчины проводили покрасочные работы и надышались токсичными парами. Они получили серьёзное отравление. Сотрудники оперативно-спасательного отряда передали пострадавших фельдшерам скорой помощи. Их доставили в многопрофильную городскую больницу с диагнозом отравления парами лакокрасочных веществ. Нам поступил вызов. Мы поехали, приехали туда, на место вызова. Обнаружили, что одного мужчину уже почти вытащили сотрудники скорой помощи. Мы завтра не спустились. Одели баллоны с кислородом. Один сотрудник спустился. И мы подняли второго. Оказали первую медицинскую помощь. Передали сотрудникам скорой помощи. В ЭПНА-2 миллиона тенге конфисковали в Алматинской области. Электронные сигареты, ароматизаторы и жидкости продавали через мессенджер Ватсап. Сотрудники областного управления криминальной полиции возбудили уголовное дело. Задержанным грозит крупный денежный штраф в размере до 200 МРП, либо исправительной работы в том же размере или арест сроком до 50 суток. Комитетом национальной безопасности задержаны двое подозреваемых в организации поставки наркотиков в Магисталскую область. Они занимались незаконной транспортировкой из ближнего восточного региона в Казахстан. В ходе обысков у них изъято около 50 граммов опия, 4000 долларов США и более 4 миллионов тенге. По данным надзорных органов, в организации наркоканала также подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении, за совершение аналогичного преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование. В прошлом году Алматы посетили более 2 миллионов туристов. Количество гостей за рубежа выросло почти на 30%. А недавно мегаполис укрепил свои позиции как жемчужина внутреннего туризма, войдя в тройку самых посещаемых городов среди казахстанцев. Несмотря на растущее число путешественников, Алматы не исчерпал свой туристический потенциал и готовится увеличить эту цифру. Подробнее о туристическом развитии мегаполиса расскажет Адель Акжаркенова. Алматы, известный своими величественными горными вершинами и культурным разнообразием, продолжает привлекать внимание туристов со всего Казахстана. Недавно этот город был признан одним из лидеров по внутреннему туризму, что подтверждает его растущую популярность и туристический потенциал, который привлекает людей со всего мира. Мы приехали из Испании. Мы всей семьёй решили переехать в Алматы. Это очень красивый и неожиданно большой город, который сразу завоевал наши сердца. Здесь есть все условия для хорошего и увлекательного путешествия. Этот всплеск туристической активности не только способствует экономическому росту города, но и укрепляет его статус как культурного и духовного центра региона. С каждым годом Алматы привлекает всё больше путешественников, желающих открыть для себя его уникальные сокровища. По данным Акимата, с января по апрель этого года бронирование билетов в Алматы увеличилось на 69 тысяч, что на 53% больше, чем в прошлом году. По данным управления, с начала года общее количество туристов в Алматы составило 473 тысячи человек. Мы ведём работу по развитию туристической инфраструктуры. Во-первых, установлено три зоны для кемпинга. Это Ахбуллах, Большое Алматинское озеро и Манжелка. Также благоустроено 150 километров горных дорог, которые охватывают 12 маршрутов. В этом году планируется установить ещё несколько туристических площадей и благоустроить 100 километров горных дорог. С учётом последних достижений, Алматы обещает стать одним из самых посещаемых направлений в Центральной Азии, предлагая незабываемые впечатления и приключения для туристов всех возрастов. Адалек Жаркин, Вайгером Пернебег, телеканал Алмата. Чуть больше двух месяцев осталось до пятых Всемирных игр кочевников. Для участия в соревнованиях зарегистрировалось 90 стран. Неподдельный интерес к масштабному мероприятию проявляют и зарубежные СМИ, которые сразу после завершения саммита Шанхайской организации сотрудничества отправились на презентацию игр. Подробнее о том, на каком этапе сейчас ведётся подготовка к масштабным международным спортивным состязаниям, материал Асимжан Жузбаевой. Под непосредственным руководством президента Касымжо Марта Токаева в 2024 году в Астане были запланированы два значимых события – саммит ШОС и пятые Всемирные игры кочевников. Сразу после первого мероприятия дирекция спорта познакомила иностранных гостей Шанхайской организации сотрудничества с играми кочевников, которые должны стать превосходной площадкой для популяризации национальных видов спорта. Стран много. Сегодня идея кочевой цивилизации, идея номадизма, она очень популярна, она очень серьёзно набирает обороты. И вот 90 стран, которые примут участие в наших играх, очень красноречиво об этом говорят. Мы уже смело можем говорить, что пятые Всемирные игры кочевников будут лучшими играми по организации, по компоновке объектов, по содержанию и наполнению. Спортсмены около ста стран мира соберутся в столице, чтобы помериться с силой и ловкостью в пятых Всемирных играх кочевников. Они стартуют уже через два месяца. Всего планируется проведение соревнований по 21 виду спорта. 11 из которых – казахские национальные. На сегодняшний день подтверждение мы получили от 89 стран. Ожидаем мы, что до 100 стран доведём это количество. Количество участников полностью делегации – это 2,5-3 тысячи человек. Более 200 спортсменов готовятся к участию от национальной сборной Казахстана. В свою очередь для проведения этого мероприятия задействовано по городу основные 7 объектов. Они все находятся на одной линии. Вчера дирекция спорта организовала выставочную экспозицию. Встреча в Великой степи, во Дворце мира и согласия в рамках саммита. А сегодня иностранные дипломаты и журналисты с большим энтузиазмом посетили и презентацию игр. В их числе и журналист из Испании Джордж Рая. Я приехал на саммит глав государств. И после этого мне захотелось узнать больше о вашей стране. Эти игры кочевников – это действительно хорошая возможность узнать о культуре, узнать больше о людях и узнать о традициях, о спорте и стране. Я очень впечатлён тем, что несмотря на то, что страна так быстро развивает свою экономику, она большое внимание уделяет сохранению традиций. Всего на время всемирных игр кочевников ожидается прибытие около 100 тысяч туристов и спортсменов в нашу страну. Как отмечает дирекция спорта, в нашей стране имеются все ресурсы для того, чтобы проводить мероприятия такого масштаба, при этом обеспечивая безопасность всех прибывающих гостей. Асимжан Жузбаева, Нурлан Атигенов, Достан Тимурбекулу, телеканал Алматы, Астана. Прошедший в Астане саммит ШОС позволит значительно продвинуться в вопросах международной безопасности, экономике, культурно-гуманитарной и других сферах. Такое мнение активно высказывают иностранные СМИ, посетившие столицу Казахстана для освещения одного из главных событий Азии. Отмечу, всего в эти дни к саммиту ШОС было приковано внимание порядка 700 иностранных изданий. Я приезжала на саммит ШОС. Мы работали в рамках большого события, которое вызвало огромный интерес Китая. Поскольку это был глобальный саммит, он консолидирует интересы разных стран и, конечно, усилит их взаимодействие между собой, в том числе в вопросах безопасности, экономических и культурно-гуманитарных сферах. Вы смотрите новости, далее выпуски. В Шамбулской области выявили 18 селя опасных озер. Такие меры принимаются для предотвращения потопов. Более 50 семей на севере Казахстана, пострадавших от весенних паводков, получили ключи от нового жилья. Продолжаем выпуск. В Казахстане займутся снижением последствий от паводков и засухи. Также планируется существенно сократить потери воды. По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, в стране намерены управлять паводковыми ресурсами при помощи информационных систем. Это позволит моделировать и прогнозировать природные инциденты. Более подробно о том, почему так важно оптимизировать водные потери и получать максимальную эффективность от такого важного ресурса, поговорим с доктором технических наук, профессором, директором Международного исследовательского центра WaterHub Анатолием Рябцевым. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич. Первый вопрос. Водная отрасль – одна из важнейших отраслей для каждого государства. Недавние паводки больше прежнего обнажили имеющиеся проблемы, одна из которых – это изношенные гидроинженерные сооружения. Скажите, каким вам видится выход из ситуации? Каков алгоритм? В чем приоритеты? Ну, действительно, события неординарные и создали прецеденты, которые требуют своего разрешения. Во-первых, территория нашей страны значительная, девятая в мире, как мы знаем, и с тем населением, которое у нас существует, конечно, обустройство инженерное довольно сложное. Протяженность каналов, длительность или расстояние между рожаемыми массивами, длительный перегон воды из одного источника на другой – это все требует, конечно, финансовых ресурсов. Надо отдать должное, что в 70-80-е годы в Казахстане довольно интенсивно развивалась ирригация, строительство ирригационных сооружений, что позволило, в общем-то, создать хорошую базу для развития водного хозяйства. Да, но на сегодня все эти, большинство этих сооружений 60-70-х годов устарело. Я как раз об этом хочу сказать, что время прошло, 30-40, местами 50 лет прошло с того времени, когда построены эти сооружения, крупные гидроузлы, плотины и так далее. Они, конечно, требуют сегодня определенной корректировки, реконструкции, а может быть даже и замены. Тем более, что развитие орошаемого земледелия на месте не стоит. Мы знаем, что сейчас поставлена задача перед правительством, президентом страны о том, чтобы увеличить орошаемое поле до 3 миллионов гектаров. Это амбициозная задача, но она разрешимая. Я надеюсь, что привлечение сейчас финансовыми, международных финансовых институтов для финансирования этих объектов, они дадут свой положительный эффект. Ну и надо не забывать о безопасности, о которой сегодня вы начали разговор. То, что надо делать все, чтобы наши люди не несли убытки при таких разливах, при изменении температурного режима, мы знаем, климатические изменения, создали эту ситуацию. Вот это мы должны предсказать и за счет математических моделей, за счет информационных систем, мы должны найти оптимальное решение для того, чтобы выйти из этого положения. То есть целый комплекс мероприятий. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, с начала года в Северное Аральское море поступило больше миллиарда кубометров воды. Это позволило увеличить объем воды до 21 миллиарда кубометров. Вот насколько только вот эта мера, да, поступление талых вод в такой бассейн позволит решить проблему орала? Ну, как мы знаем, большой орал практически прекратил свое существование. И только те меры, которые были в свое время, в начале 2000-х годов, приняты по строительству малого орала, мы сохранили свою казахстанскую часть орала. Малый орал сегодня, как вы сказали, дополнительно принял миллиард кубометров воды. А это благоприятная ситуация для рыбного хозяйства, для мелиорации земель в низовьях, для хлора и фауны, которая, в общем-то, развивается. И, на наш взгляд, это очень благоприятно для того, чтобы население, местное население почувствовало более благоприятные условия для жизни. Хорошо. Времени совсем немного осталось. Но хотелось бы спросить, гидроинженерная отрасль на сегодня действительно сталкивается с серьезными вызовами, один из которых, один из вызовов, это нехватка кадров. Вот с этой проблемой как на сегодня? Я должен сказать, что наш Национальный аграрный исследовательский университет серьезно занимается этой проблемой. Как мы знаем, где-то порядка по оценке специалистов 800-900 человек ежегодно надо сегодня готовить специалистов с тем, чтобы покрыть тот дефицит, который сложился годами. Он складывался не каждый, он складывался годами. Поэтому сейчас принято решение снизить даже балл до 50, для того, чтобы привлечь сельскую молодежь, чтобы она активнее шла в эту отрасль. И это очень хороший шаг, который, я считаю, благотворно скажется на пополнение рядов гидротехников, миллиораторов на местах, особенно в сельской местности. И здесь важную роль играет то, что сейчас Аграрный университет открывает филиал Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства. Тесно сотрудничает с китайскими вузами, которые, в общем-то, довольно хорошо занимаются вопросами технологий, вопросами водообеспечения, вопросами экономии водных ресурсов. И это положительно скажется на будущем подготовке специалистов. Благодарю вас, Анатолий Дмитриевич, нашли время, уделили, пришли к нам в студию, ответили на очень важные вопросы. Спасибо вам. Успеху. О настоящем и будущем водных ресурсов Казахстана мы говорили с доктором технических наук, профессором, директором Международного исследовательского центра WaterHub Анатолием Рябцевым. А мы продолжаем выпуск. Более 90 домов признали непригодными для проживания в Кокчетау из-за паводка в регионе, близки к завершению восстановительной работы. На данном этапе уже 84 семьи получили ключи от нового жилья. В их числе и те, кто выбрал переселиться в новые дома, не ремонтировать поврежденные. Всего в Акмолинской области водная стихия повредила более 1250 домов. Из них свыше 550 признали аварийными. Решением местных властей для большинства пострадавших построить новые дома. На сегодняшний день возводится 273 здания, а также приобретено 211. Еще 714 строений требует ремонта. Люди, которые жили в опасной зоне, переведены на безопасные. Вы знаете, даже вот здесь у нас, в районе Калшахте, они ежегодно подвергались подтоплению. И чтобы каждый год не бороться только с последствиями, мы перевели их в более безопасное место. Дома уже строятся на возвышенности. Пострадавшие от паводка более 50 семей обзавелись новым жильем. Сегодня ключи им вручили в областном центре Североказахстанской области. Всего в регионе от весеннего наводнения были затоплены более 4000 домов. Половину из них признали аварийными. О том, как регион восстанавливается от последствий стихии, знает Нургуль Алина. В числе счастливых обладателей нового жилья и семья Амировых сегодня они получили долгожданные ключи. Их дом в поселке Заречный серьезно пострадал во время паводка. Пять лет они жили в нем. Большая семья из шести человек привыкла жить в частном доме. Поэтому решила обосноваться в новом микрорайоне Берляк. Сейчас Амировой перевозит свои вещи и готовится к празднованию новоселья. Мои дети на земле привыкли, я привыкла. Хочу, чтобы мои дети счастливы жили здесь, в этом доме. Это неожиданная такая история получилась. Дети, правнуки будут вспоминать, Бог даст. Всем желаю здоровья. Как сказать словом, не могу сказать даже. Иногда же волнуюсь, теряюсь. Но благодарна всему, сегодняшний день у меня останется на всю жизнь. Среди тех, кто получил ключи от нового жилья и семья, Александра Михайленко. В ноябре прошлого года отец семейства своими силами построил дом в районе Подгора. Однако спустя несколько месяцев возведенная постройка была уничтожена водной стихией. Было грустно, вспоминает Александр. Однако он рад, что все это осталось позади и строительство домов для пострадавших от паводков не затянулось. Когда вода пришла, были чувства, но их не передать, слезы на глазах. Потому что дом у нас новый был. Мы в том году построили, узаконили. Все как надо. Дом такой же газовлок. Но он уплыл. Он уплыл и сломался. Вот так. С фундамента вообще сошел. Это радость, радость. Это прям радость. Это как с колен подняли. Ну, радость. Большая радость. Дом чистый, сухой. Спасибо застройщикам. Спасибо руководству нашему. Дома в новом микрорайоне Петропавловска строятся при поддержке крупных компаний и фонда «Казахстан Халкана». Бизнесмены, которые выступили спонсорами при возведении жилья, поздравили новоселов. Также людям сообщили, что любые недостатки, выявленные в ходе эксплуатации, будут немедленно устранены. На данный момент уже 151 семья получила ключи от новых домов в микрорайоне. Отметим, что местные предприятия обеспечили жильцов мебелью и техникой. Конечно, я хочу поблагодарить наших строителей. Сегодня сжатые сроки были сделаны. Но для нас самое главное, и вот меценаты, которые сегодня есть, самое главное, чтобы качественно все выполнялось. Вы знаете, два года гарантии. В течение двух лет, ну, Рахметка Наш, они будут полностью то, что построили. Если какие-то недочеты будут, наши строительные компании будут в течение двух лет помогать, устранять. Все это на гарантийном обслуживании. Поэтому за это не переживайте. Всего в новом микрорайоне Берлег будут построены 700 домов. Возведение жилья планируют завершить к 1 октября, до начала отопительного сезона. В быстрорастущей части города будут проживать около 3000 человек. Нургулялина, Азамати, Любайев, телеканал Алматы из Североказахстанской области. Грозы сильными ветрами и осадками ожидаются в Алматы. По данным ДЧС, порывы ветра могут достигать до 29 метров в секунду. А с 5 по 7 июля из-за обильных осадков в горных местностях может возникнуть риск подтопления территории из-за подъема уровня воды, а также риск селевых переходов с гор. В этой связи прикрыты трассы обсерватории Оссы, села Тургень, Батана, а также ограничен вход в Вели-Алатауский государственный национальный природный парк. Движение на участках будет закрыто до устранения угроз затопления. В Жамбулской области выявлено 18 селеопасных рек, которые могут затопить населенные пункты с 10-тысячным населением. Большинство рек находятся в горных местностях, таких как Меркей и Турар-Рыскулов. По словам специалистов, пока нет причин для беспокойства, но с повышением температуры могут начать таять снега, что может привести к последующим потопам. Пока уровень и скорость течения рек контролируются через 8 водозаборных сооружений. Тщательно проверяется механический состав воды. Очень опасные ущелья Мерке-Аспара. В Мерке есть 5 ледниковых озер, расположенных в верхней части и представляющих опасность селей. А в Аспаре 10 ледяных озер. Водозаборные пункты могут за 2-3 часа уведомить о селевых поводках при скорости селей около 2,5 метров в секунду. В это воскресенье в Казахстане отметят национальный день дамбры. Древнейший инструмент, один из самых любимых в народе. С ним связаны множество истории, преданий и сказок. А умельцы, умеющие создавать этот музыкальный инструмент, всегда были в почете. Один из таких ремесленников, Баужан Каримов, вот уже 30 лет создает уникальные экземпляры дамбры, заказы на которые поступает даже из стран-зарубежья. Секреты изготовления у мастера узнавал Руслан Мухамедияров. Баужан Каримов – один из лучших мастеров в регионе. Его инструменты отправляют в Турцию, Китай, Европу и даже в Америку. Секрет успеха в профессионализме. Ведь для умельца изготовление дамбры – не обычное дело, а настоящее искусство. К каждой работе у него свой подход. Вот нюансов много. Некоторые материалы приходится заказывать издалека. К примеру, сам способ изготовления дамбры из цельного дерева мастер уже не делает. Его любимый метод – сборка из клиниев. Я через циркулярку пропускаю его, а потом ручную строгаю с двух сторон. Она должна быть гладкая. И толщина у него 2,5-3 мм должна быть. Если толщина где-то не так, одинаковая, там звук уже другой идет. Чем больше клиниев, тем больше акустика. Свои секреты мастер передает школьникам. А пока каникулы приобщают к делу четырехлетнего внука. В их семье музыкальный инструмент чтят особо сильно. На дамбре играет и сын с дочкой, и сам мастер с супругой. Она и стала учителем для своих детей и мужа. Но и без дела дамбра висеть не должна. Безмолвие инструмента для него смерть. Поэтому чем больше людей играет на нем, тем лучше считают Каримовы. И скоро открывают класс, где смогут бесплатно обучать желающих. Пока подобный урок провели для коллег-дочери в департаменте полиции. Для Айяулым это повод для гордости. Я восхищаюсь отцом с детства. И вот то, что от отца передалось, это то есть я продолжаю этот путь. Также вот, чтобы и дальнейшие наши близкие, мои родные, чтобы продолжали буду стараться. К полицейске мастер пришел не с пустыми руками. Специально к празднику он подарил музею департамента инструмент собственного изготовления. Звук дамбра навсегда останется в душе и в сердце. Ведь дамбра – это не только древний музыкальный инструмент казахского народа, но это культурное достояние. И сегодня мы очень рады, что наш музей пополняется. Всего за 30 лет работы Бауржан Каримов создал почти 2000 национальных инструментов. И на этом останавливаться не намерен. Руслан Мухамедяров, телеканал «Алматы», Усть-Каменогорск. На этом наш выпуск завершен. Хороших вам выходных. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова